Говорят, что 80% россиян поддерживают военные события в Украине. Как думаете? Так много? Действительно? Реально? Я отчасти тоже поддерживаю события в Украине. Я не поддерживаю только одно, потому что санкции налетели. Как бы за Украину сейчас и США, и еще, по-моему, там какая-то одна страна, но это не точно. Я так сильно не знаю. Но так как подлетели цены, я на 20% не одобряю события в Украине, а остальные 80% я со всеми руками. Ну, Украина такая маленькая страна, которая должна, уже давно должна быть того. Она, грубо говоря, скорее всего, всем мешает. Поскольку мы родились в стране, в России, в принципе, где родились, там и пригодились, я считаю то, что Путина надо поддержать в такое трудное время, на самом деле. Путина надо поддержать, это все-таки сложное было решение, оно с годами обдумывалось, обговаривалось. И вот дети в 8 лет, у меня брат младший, ему в 7 лет, а там уже дети родились, они не знают, что такое, нет войны. Они ждали все эти 8 лет помощи от России, поэтому я полностью поддерживаю Путина. И готовы пойти туда, на фронт, как скажут? Если призовут, то за родину, конечно, за семью, за свою отчизну я пойду воевать. Как можно одобрять военные действия вообще? Я не считаю, что так много людей может одобрять. Возможно, единицы какие-то придерживают, с каких-то взглядов одобряют, но не думаю, что так много людей. Все сейчас, ну как все, даже наше поколение за 3 дня, считай, 10 лет пропаганды съели просто, все в это верят. Это, ну, 80% конечно нет, но думаю, процентов 50 точно. Я считаю точно, не 80%, намного меньше. А мы не верим. Мы не поддерживаем, против.